В этом видео я хочу с вами поговорить еще про одну иллюзию насчет того, является ли воцерковление самой основной целью духовной жизни человека. С вами Фатеева Елена, духовный психолог, школа «Дар жизни. Дар слова». К сожалению, очень многие священники говорят людям, что если вы пришли в церковь, поцерковились, знаете все обряды и таинства, в них участвуете, знаете, как вести себя на литургии, много молитесь, то, в общем-то, вы достигли цели духовной жизни. Я разные слышала проповеди, поверьте мне, не просто так это говорю. На самом деле это далеко не так. Вот если даже взять книги митрополита Антония Сурожского, он говорит то же самое, что это большая иллюзия. Человеку нужно научиться жить с Богом в каждой точке времени и пространства. И оцерковление является только первой необходимой ступенью. Да, это необходимо. Человеку надо войти в определенный эгрегор церковный, где есть накопление, все духовные накопления за все века, и человек может этим пользоваться. Эгрегоры имеют определенный энергообмен с каждым участником, отдают ему все лучшее, защищают его очень сильно. Эгрегоры именно той религии, которую вы избрали. Я равно отношусь ко всем религиям, для меня Бог один, формы только разные. И для того, чтобы человека ввести в определенную дисциплину духовную, чтобы он знал какие-то основы веры, чтобы он приобщился к соборной молитве и прочувствовал уединение людей в Боге, это все необходимо. Как воцерковиться вы можете узнать в курсе «Обряды и таинства церкви» невидимая сути форма. Ссылка на него есть под этим видео. Это очень обширный курс получился, и там про все семь таинств православной церкви, что такое религия, что такое литургия. Все подробно об этом узнаете, причем не в манере вот этих догматических каких-то устоек, которые тяжело слушать и как-то трудоприменить в жизни. А рассказываю живой свой опыт, и не только свой, потому что я 18 лет имею опыта церковной жизни, и столько же лет опыта духовной жизни. И запомните себе, пожалуйста, как аксиому, что воцерковление – это просто первая и необходимая ступень этой духовной жизни. Она вас вводит в эту жизнь, в этот океан духовного огромного наследства, чистого благодатного потока божественного, а потом человек постепенно приучается жить с Богом всегда и везде. Этому посвящены многие мои курсы, и я с радостью с вами поделюсь. Пожалуйста, переходите по ссылке в этом видео, приобретайте себе знания, как правильного церковиться, как легчего церковиться, как убрать ошибки, те, которые у вас есть. Потому что ко мне приходят люди, которые уже 10-15 лет ходят в церковь и ничего там не понимают практически, и спросить там некого. К сожалению, священники часто занимаются исполнением многих обрядов. Им действительно некогда кормлять паству, с каждым лично работать. Интернет в какой-то части возмещает эти знания, и я тоже работаю на этой почве и рада с вами буду поделиться. Но человек должен приложить еще и свои усилия, потому что необразованность духовная в своей причине имеет только одно – это лень и суетливость, и больше ничего. Поэтому если вы хотите осознать жить с Богом, и для вас вот эти вот таинства церковные, жизнь церковная станет очень мощной и подушкой безопасности, и очень мощным таким океаном, где вы можете погрузиться в чистоту, сделать вдох, а не только суетиться, бегать. И ведь даже участвовать в таинствах, можно внутри себя оставаться язычником, можно не привлекать к себе божественную благодать. Если подходить к этому, не понимая то, что происходит. Современное язычество тоже очень сильно развито. И люди, которые ищут просто каких-то действий и не ищут Бога, они по своей сути язычники. Они поклоняются предметам, методам, каким-то телодвижениям, но не ищут живого Бога. Вот именно этой разнице я и посвятила этот курс. Если у вас есть вопросы, пишите под этим видео, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы знать, когда выходят новые видео. Буду очень рада с вами поработать на этом курсе. Он в записи. Но на все вопросы ваши я отвечу. До следующих встреч. С вами Фатейва Елена, духовный психолог. Бог вам помощь. Субтитры подогнал «Симон»